Если мы говорим о событиях в Курской области, насколько мы можем сегодня утверждать, что как раз вот эти события говорят о том, что саморазрушение в Российской Федерации благодаря и рукам Путина сегодня происходит очень активно? Мы можем говорить о том, что исторические процессы необратимы. Их можно, конечно, тормозить на какое-то время, можно проводить различные действия, которые будут давать ощущение, что ты можешь нарушать те или иные правила. И глобальные правила или правила, установленные даже у тебя в стране, но через какое-то время тебе придется за это платить. Посмотрите, вы абсолютно правы, 900 дней война. И, конечно же, 900 дней — это не то, на что рассчитывала Российская Федерация. Российская Федерация вообще рассчитывала на то, что она очень быстро будет заходить на чужие территории. Я сейчас не только про Украину, про концепцию внешней политики России. Российская Федерация будет заходить на эти территории, совершать масштабные преступления. И после этого обязательно гарантированно, вот это очень важно, гарантированно нести за это ответственность. Это будет создавать такое ощущение вседозволенности. Россия атаковала не одну страну и не только страны-соседи и всегда не несла за это ответственность. К сожалению, глобальное пространство, глобальный политический процесс, он был устроен таким образом, что страны, подобные России, которые абсолютно точно не являются тождественными тем правилам, в которых мы сегодня живем, они существовали, имели ресурсы для проведения тех или иных операций, использовали эти ресурсы, атаковали другие страны. И, соответственно, это порождало вот эту вседозволенность, которая перерастала просто в беспредельность. Вот то, что мы видим сегодня в Российской Федерации. Вы посмотрите их заявления, посмотрите их. Вы знаете, для меня вообще это немыслимо. 91-й год распад Советского Союза привел к формированию. Тут не надо исторические какие-то аналогии брать или смотреть, что происходило в течение тысячелетней истории на этих территориях и так далее. Нужно говорить о конкретике. 91-й год распад Советского Союза, формирование суверенных государств со своими правилами, со своими ценностями, со своими историческими пониманиями процесса и так далее и тому подобное. Россия не может атаковать эти государства. Но Россия до сих пор считает, что она имеет право эту территорию держать под эффективным контролем. Ну, то есть, грубо говоря, восстанавливать свои правила, уничтожать тех, кто с ней не согласен, с этими правилами не согласен. И, соответственно, проводить те или иные специальные операции, которые на самом деле выглядят как война. И 900 дней практически все вот то, что было российское, то, что они долгое время продавали на внешних рынках, обнулено. Ну, что обнулено, прежде всего? Конечно же, репутация России. Ну, это не страна, с которой нужно там серьезно считаться. Да, она ресурсная, но серьезно считаться нет смысла. Второе. Обнулены мифы о том, что Россия имеет там просто потрясающие ВПК, потрясающие вооруженные силы и так далее. Да, еще раз. Ресурсно большой объем накопленной техники, накопленной живой силы, которую можно использовать как мясо, простите, и так далее. Но на самом деле это высокоотсталая страна в военном смысле в том числе. Третье. Обнулена репутация России как страны, которая может достигать каких-то целей, что эти цели продуманы и так далее. Обнулена репутация России как глобального государства. Это все, что сделал Путин. Кроме этого, действительно, вы абсолютно правы. В любом случае, конфликты высокой интенсивности масштабные, если их не удается выиграть за три дня, я сейчас сарказмом говорю, то они, безусловно, переходят на территорию страны-агрессор. И все, что мы сегодня с вами видим в Курской, Белгородской, частично в Ростовской области, в других областях, приграничных областях России, все это возврат, постепенный нарастающий возврат войны на территорию страны-агрессора. И, безусловно, вот если берем теперь юридические конструкты, единственная страна, которая является инициатором неспровоцированной войны и, соответственно, изначально по умолчанию являющейся страной, совершившей масштабные преступления военные, это Российская Федерация. Что бы там кто-то ни говорил, то есть когда какие-то события проходят, например, в Курской области, опять же еще раз в Белгородской области, все это является следствием действия только России, юридическим действием только России. Здесь не будет никогда, вот мы сейчас слышим с вами, что многие россияне говорят, как это мировое сообщество не осуждает то, что происходит в той или иной области российской. Остановитесь на минуточку, я понимаю, что интеллект не является сильной стороной России, российской культуры, русской культуры, никогда такое не было. Но, тем не менее, логика должна присутствовать. Вы нападаете, соответственно, вас никто не рассматривает, как тех, кто будет страдать, потому что ваше страдание является платой за вашу агрессию. Не более, но и не менее того, юридически даже так четко прописано. Поэтому, на мой взгляд, что будет дальше в России, как бы не развивались события, если кому-то кажется, что Российская Федерация, я там иногда читаю периодически, особенно в западной прессе, когда кто-то рассуждает, что Россия все равно устоит, там что-то будет у нее более-менее понятно и так далее, ничего подобного. Россия будет постепенно идти к максимальному внутреннему конфликту. И, соответственно, вот эти процессы, которые мы с вами видим при границе, они будут нарастать по всей территории России, потому что, на самом деле, еще раз, Путин не является, безусловно, правителем, менеджером стратегического уровня, достаточно примитивный человек. Во-вторых, мы не видим сильных государственных институций в России, на самом деле это классические авторитарные институции, которые могут держаться только на основе страха. А страх умирает, когда ты проигрываешь войну, безусловно. Третье, мы не видим сильных силовых вертикалей, которые могут контролировать, реально контролировать территорию России. Они могут воевать с диссидентами, безусловно, но с точки зрения превенции, с точки зрения работы по вооруженным людям, когда вы даете оружие очень большому количеству людей, которые, соответственно, не устроены, не делают карьеры, ну, просто они поняли, что когда у тебя оружие, ты можешь этим оружием получать тот или иной доходность, то, соответственно, эти люди вернутся обратно на территорию России, 600, 700, 800 тысяч человек, да? Ну, вы понимаете, какой будет там процент. И поэтому Россия в любом случае в 21 веке пожнет то, что посеяло в конце прошлого века, в начале этого века. То есть они пытались убивать граждан других стран, пытались диктовать условия гражданам других стран, пытались, условно говоря, разрушать государственности других стран. Но вот Российская Федерация, в конце концов, наверное, все это в полной мере осознает, только пройдя через это. Знаете, Михаил, уже не единожды общаясь с вами, всегда вспоминаю, по-моему, 2013-2014 годы, тогда французский публицист, философ, да, его так многие по-разному называют, Андрей Леви говорил о том, что все-таки и Путин, и Лукашенко в свое время — это такие бумажные тигры, которые, ну вот фактически не ожидают, что кто-то начнет давать по зубам. А когда кто-то начинает давать по зубам, то этот страх уже переходит на другую территорию, не на территорию жертвы, да, ну в частности сейчас, как мы говорим об Украине, так и есть. Но и там начинают побаиваться те, кто в свою очередь был этим таким стойким, якобы бумажным тигром. Поэтому, когда Украина начала давать по зубам, а здесь новый виток, да, дачи по зубам, и вот Курская область, то, что сейчас происходит, и с вами тут абсолютно согласны, я думаю, все мировое сообщество, потому что, ну все-таки лицемерно заявлять о неприкосновенности своих территорий, когда ты не единожды, я скажу так, не единожды, это же не первый случай, да, со стороны Российской Федерации о заходе на территорию другого государства и уничтожении этих территорий. Поэтому я так понимаю, что вот этот удар по зубам очередной, он наверняка, ну я не знаю, как далее будет развиваться ситуация в Курской области, тут наверняка больше знают военные, и вот пока тишина будет в этом вопросе, но я так понимаю, что этот удар, он так и все-таки болезненно будет для Путина в ближайшее время так же сказываться, ну потому что я смотрю, что как-то так преуменьшают, преуменьшают события в Курской области сейчас и на российских телеканалах, я так понимаю, тоже в связи с определенными возможными событиями в ближайшее время. Давайте здесь немножко подытожим. Во-первых, Лукашенко не является тигром и никогда таким не являлся. Это примитивный, достаточно человек, который просто по факту марионеточный президент другой страны, получая ресурсы у Российской Федерации. Там абсолютно нет никакой конкурентной политики. К сожалению, большое, скажем так, разочарованию Беларусь пошла по пути очень странному и, естественно, 30-летний президент, ну 30-летняя медсрока правления, это исключительно застой, гниение, разрушение, абсолютно отсутствие конкуренции, но сам по себе он никакой угрозы никому не представляет. Что касается России, вы абсолютно, вот очень тонкая мысль с точки зрения реакции Запада. Это то, что шокировало Россию. Да, они могут там на своих телеканалах преуменьшать значение каких-то операций или не преуменьшать, это мало нас интересует. Все, что касается внутреннего информационного пространства России, это вообще не пространство для анализа никакого, кроме психиатрического, безусловно, и никакого влияния на те или иные процессы это не оказывает. Вот все, что они внутри у себя говорят, это вчера казалось, что российская пропаганда очень мощная, она там что-то контролирует, что-то предопределяет и так далее. Да, безусловно, зазомбирование, зазомбирование собственного населения это удачный проект, конечно же, тут вопрос другой. А что вы хотели получить в итоге? В итоге вы получили 900-дневную войну, как минимум уже, и получили полное разрушение своих репутаций. И главное, то, о чем мы сейчас говорим, это о том, что западные страны абсолютно точно, спокойно воспринимают происходящее на территории России. Более того, не то, что спокойно, а считают, что это естественный процесс. Абсолютно точно этот процесс должен так выглядеть, и, соответственно, он должен быть еще и масштабирован. То есть все на то, что рассчитывала Россия. Это их шокирует. Особенно субъекта Путина, ну так как человек не обладает аналитическими способностями, конечно, он рассчитывал на то, что все будут двигаться по стандартным клише, то есть все будут реагировать на все, что он делает так, как стандартно, как пять лет назад, как после грузинской войны и так далее. Сейчас это выглядит совершенно иначе. То есть выглядит абсолютно убийственно для того же субъекта Путина. Вот смотрите, мы смотрим на то, что происходит сегодня в России. Война постепенно туда возвращается, в полном объеме. Удары по территории России, это является естественным ведением войны. Опять же, в рамках международного права. И, наконец-то, мировое сообщество четко говорит, нейтральные страны вообще равнодушно смотрят на Россию, а страны, которые поддерживают Украину, говорят, так, безусловно, в рамках международного права они имеют право делать все, что считают нужным для защиты гражданского населения. И возвращают главный тезис. Российская Федерация убивает непросто или атакует непросто какие-то военные базы. Нет. Она умышленно в течение 900 дней наносит удары по гражданскому населению, особенно по приграничным районам, областям и так далее и тому подобное. Безусловно, все это нужно останавливать. А остановить это можно двумя инструментами. Опять же, наши западные партнеры это прекрасно понимают. Либо выдавливанием, полным выдавливанием с приграничных территорий российских возможностей артиллерийских, авиационных, систем РСЗО, то есть в глубину России, либо разрушение всех этих возможностей дальнобойными ударами, ну, имеется в виду ракетами, дронами и так далее. Либо, что более эффективно, это комбинированные удары, частичное уничтожение инфраструктуры России, инфраструктуры войны, дальнобойными ударами. Это должны быть масштабные удары, системные, ежедневные. И это должны быть там не 10, 20, 50 дронов. Да, гораздо больше всего должно быть. То есть Россия должна в полном объеме вкусить то, что она делает с другой страной. И параллельно с этим должно быть выдавливание по тем или иным направлениям, формируя такой себе санитарный гордон, санитарную зону на такую-то глубину. Вот это все сейчас Запад, это я сейчас не говорю, безусловно, о стратегии Украины. Опять же, вы абсолютно правы, военные должны, если считают нужным, что-то комментировать или не комментировать. Это абсолютно правильно. Я говорю сейчас о политическом восприятии стран Запада. Они абсолютно точно, точно так же вот сейчас рассуждают, как мы с вами обсуждаем. То есть Россия не имеет никаких там юридических, моральных, моральные слова по отношению к России, вообще это дивно звучит, каких-то возможностей что-то там доказывать и так далее. Второе, все объяснения России вообще для внутреннего рынка или для внешнего рынка никакой роли точно не играют и не влияют ни на какие процессы. Ну, наконец, третье, самое главное, Украина в полном объеме использует те инструменты, которые гарантированы ей, корректно гарантированы ей международным правом и должна наращивать эти объемы. Об этом тоже говорят наши западные партнеры. То есть, соответственно, я считаю, что Российская Федерация, наверное, вкусит все, что хотела после начала этой войны в полном объеме. Это главное. То есть для стран с низкоинтеллектуальным уровнем, с совокупным коллективным интеллектуальным уровнем, с низкой, скажем так, эмпатией, Россия — это страна, которая никогда не сочувствует никому, это максимально примитивная страна очень агрессивного такого толка, которая там самовлюблена в свою ничтожность. И, соответственно, вот такая страна не может нуждаться в поддержке других стран. И такая страна не может, естественно, существовать в наше время, безусловно. И такая страна всегда рассчитывает на то, что она будет беспредельничать, остальные будут из-за страха бояться правильно отвечать этой стране. Сейчас все это ломается кардинальным образом. А главное, что понимают не только, ну, Украина это понимает все время и понимала, прекрасно это и об этом говорила, и публично, и не только сначала полномасштабное вторжение, но и после первого этапа войны, после 2014 года. Но, наконец, западные наши партнеры понимают, что Россия воспитание, давайте я так правильно скажу, воспитание адекватности, хоть какой-то адекватности в России, возможно, только через силу, через нанесение встречных ударов, жестких ударов, не через дискуссию, не через убеждения, а именно через поражение России на том или ином направлении. И мне кажется, что вот то, что сейчас происходит вообще на этом этапе войны, она ускорит вот это окончательное обрушение остаточных мифов о том, что с Россией нужно какие-то там вести переговоры, с Россией нужно о чем-то договариваться, и в конце концов будет сформирована одна очень четкая и понятная мысль, которая звучит следующим образом. С Россией нужно разговаривать только через силу, только через принуждение к миру, к осознанию тому, что ты не выиграешь никакую больше войну в своей истории, через использование инструментом военного принуждения, экономического принуждения, дипломатического принуждения, никак иначе. Любые разговоры с Россией, вот такой, когда она испытывает, что имеет там шансы дальше давить где-то на каком-то направлении, будут приводить только к эскалации. И вообще все, что касается слова эскалация, наконец-то наши партнеры четко ассоциируют. Все, что делает Россия, это эскалация, все, что делает Украина, это деэскалация. Ну вот, в принципе, вы знаете, вы сейчас когда говорили, вы фактически и ответили, что же произошло с Путиным, и не только с Путиным, да, из России за вот эти последние 25 лет, но все же немножечко хочу расширить, потому что тут действительно, если по цитатам нам и 10 эфиров не хватит вспомнить все цитаты за все годы Путина, но все же позволим себе это сделать. Я просто напомню, что пятый президентский срок или 25 лет при власти, четверть века назад, Путин был назначен на должность исполняющего обязанности премьер-министра Российской Федерации и с тех пор не покидал высшие государственные посты. За это время из друга Запада и сторонника НАТО он превратился в кремлевского диктатора, в отношении которого, напомню, Международный уголовный суд выдал ордер на арест. За время правления Путина Россия пережила множество терактов, убийства оппозиционеров, экономическое падение и пришла к бесконечному правлению своего диктатора. В апреле 2021 Путин подписал закон, обнуляющий его президентские сроки. Теперь он может баллотироваться еще и в 2030 году. Михаил, вы знаете, Радио Свобода очень много собрало вот таких вот цитирований, начиная с 99-го. Тогда в 99-м очень многие запомнили эту фразу «все наши беды в нас самих». Да, и тогда обращался к Западу, говорил, что нет, Запад ни в чем не виноват, виноваты мы сами и так далее. В 2000-й год демократия – это диктатура закона. В 2001-й – НАТО – невраждебная организация. В 2003-й – наш долг бережно относиться к Конституции. Я могу долго продолжать, но тут на самом деле очень… А, 2004-й – очень интересно. Наши граждане – это не объект воздействия карательной машины. И так далее, и так далее. Мюнхенская речь. В 2008-й год – очень известная фраза «Украина – это даже не государство». Ты же понимаешь, я тут дословно с вашего позволения процитирую, ты же понимаешь, Джордж, что Украина – это даже не государство. Что такое Украина? Часть ее территории – это Восточная Европа, а часть и значительно подаренная нами. Я напомню эти слова по данным источников. Путин произнес во время разговора еще тогда с президентом США Джорджем Бушем на закрытом заседании Совета Россия-НАТО. Много всего говорил. Не буду у вас спрашивать, что произошло с Путиным за 25 лет, потому что я прекрасно понимаю, что произошло то, что сегодня мы все с вами, и вы, Михаил, видите каждый день и каждую ночь в Украине уже. Но 25 лет – это достаточно большой срок. 25 лет – это все-таки обратимые процессы для государства, даже такого, как Российская Федерация, из диктаторского режима в демократический? Ну, конечно, обратимо, но для этого очень много усилий нужно. Я пока не вижу этих усилий с точки зрения российской оппозиции, ну и, понятно, российской общественности. Это надо переосмыслить сущность государственности. Для многих стран это был тяжелый путь, переосмысление революционный путь. Я имею в виду на протяжении 19-го, 18-го, 19-го, 20-го и даже 21-го столетия. Российская Федерация, к сожалению, никогда не заканчивала те или иные революционные процессы. Наоборот, качество государственности российской всегда ухудшалось неизменно после тех или иных попыток трансформации. И в России, к сожалению, если мы говорим об относительных значениях, то есть количество людей, которые понимают необходимость формирования более современных государственных концепций по отношению к общей массе населения, ну это было очень маленькие проценты, то есть те проценты, которые не способны обеспечить такую трансформацию. То есть Россия, если берем коллективное сознание, коллективное бессознательное, всегда была отсталой страной с большим объемом ресурса, примитивного ресурса. Что касается Путина, он абсолютно олицетворение вот этого деградационного типа, не то что политики даже, а деградационного типа человеческой популяции как таковой. Это максимально лицемерный, максимально примитивный субъект с низким уровнем проникновения в те или иные знания. Ну то есть у него практических знаний нету никаких, да, и, соответственно, если возьмете его биографию, поймете, почему он такой, почему все время завистливый, почему все время с большими сверхценными идеями, почему все время с ненавистью по отношению к тем или иным социальным или этническим группам. То есть это достаточно предсказуемый, профалируемый человек. То есть для меня в этой ситуации все, что касается Путина, России загадочно всегда было, ну или не загадочно, там тоже есть свои объяснения, поведение стран Запада, которые, в принципе, не дотянули Россию до покаяния, соответствующего за масштабные преступления в течение XX века, начиная со Второй мировой, и, соответственно, после этого сами способствовали укреплению такого, по сути, неонацистского режима. То есть когда страна была построена на принципе не сотрудничества с другими странами, а на принципе попыток подавления этих стран, доминирования в этих странах, вытеснения этих стран, в том числе даже с этническими компонентами. Вот если мы говорим об Украине, Россия четко говорит, вы правильно зацитировали, нету такого государства. Для меня, опять же, загадка, что кто-то после этого не встал и сказал вон отсюда, в таком субъекту, как Путин, потому что любые государства формируются в момент юридического каркаса формирования этой государства. 91-й год четко сформировал. Мы не берем еще раз исторические, для меня вообще вот эти дискуссии исторические, они, конечно, важны в рамках определенных отраслевых знаний, но с точки зрения юридической практики 91-й год формирования государств полноценных, абсолютно суверенных, субъектных, да, которые не до конца сразу расстались с вот этой общностью советской, я имею в виду и Белоруссии, и Украины, и Грузии, и Казахстан, и Таджикистан, ну, все страны, которые возникли на месте бывшего Советского Союза. Но в этот момент, в 91-м году, эти страны получили свою субъектность, суверенность, своей территориальной целостности, и, соответственно, никакой Путин не может оценивать, есть какое-то государство, нету какого-то государства, его уровня, еще раз, знаний, уровня компетенции для этого недостаточно. Это максимально примитивный субъект. И вот именно за счет своей максимальной примитивности, за счет того, что он как бы в доминанту возвел вот это, давайте пойдем кого-то убьем, кого-то изнасилуем, это очень импонирует русскому миру. Еще раз, это и является, почему Путин был успешен вот эти все 25 лет внутри Российской Федерации. Они готовы находиться в нищете, в максимально омерзительном состоянии на внутреннем рынке, то есть абсолютно неухоженные города. Мы же не говорим о Москве, там, или Петербурге, да, мы говорим о большой России. Абсолютно неухоженные города, абсолютно отсутствие перспектив роста, качества жизни в этой стране, абсолютное формирование вот такой ненависти к окружающему миру. То есть такая зависть, которая переходит с ненависть. Давайте мы пойдем не улучшим свою жизнь, а пойдем разрушим их жизнь, да, то есть как саранча такая, да, потому что тогда они будут выглядеть как мы, ничтожными, неухоженными и так далее. Вот в этом концепция русского мира. И Путин был очень-очень тождественный на этой концепции. И, соответственно, он получил, ну, всплеск популярности как раз-таки в этих... О, и у Ерофеева есть отличная книжка, я о ней уже говорил, великий гопник. Это как раз конкретная сердцевина понимания того, что такое современная Россия и что такое для современной России Путин. И, безусловно, ошибка еще раз. То, что Россия будет такой, это было всегда очевидно, потому что она не проходит никогда через покаяние. Почему она не проходит через покаяние? Вот здесь для меня всегда загадка поведения стран Запада. Они почему-то считают, что Россия будет рационально мыслить. Это всегда ошибка. Потому что рационально, конечно же, ты вот проиграл в рамках системного противостояния Советской Союз, ты распался на множество суверенных государств, делая выводы и пытаясь конкурировать за счет высокотехнологичности, за счет качества жизни, ну, за счет более, скажем, гибкой идеологии, которая будет привлекательна и будет построена на концепции сотрудничества, торгового обмена и так далее. Ну, ничего же подобного не происходит раз за разом. Россия повторяет свой путь, стандартный путь. Она всегда находит максимально примитивного диктатора и начинает настраивать вокруг этого диктатора концепцию. Смотрите, мы лучшие, потому что мы богоизбранные, поэтому мы имеем право жить в нищете, ходить по колено в грязи, но при этом приходить в другие страны, резать, вырезать на основании каких-то идей. Вот это концепция русского мира. Она привлекательна для части людей, в том числе не только в России, чем, потому что такая концепция предполагает большие объемы коррупции, большие объемы насилия. У людей, вы знаете, у многих людей есть внутренняя склонность к насилию как таковому. Она предполагает возможность получать вот эти легендарные социальные лифты, но не за счет таланта, не за счет знаний, не за счет какой-то конкурентных преимуществ, а только за счет опять же склонности к примитивным повторам, примитивных каких-то фраз и так далее. То, что мы сегодня видим в классической России. Вот посмотрите, как структурировано общество, посмотрите, убей украинца. Это для них сейчас главный лозунг. То есть они даже не задумываются над тем, что это значит. И когда потом какие-то процессы происходят в другой области российской, в той или иной приграничной, они не понимают причины следственных связей. Они не то, что под действием пропаганды, они искренне не понимают, что их проблемы сегодня, Белгородская область, Курская область, Брянская область, их проблемы сегодня не потому, что Украина, НАТО, как они там говорят, или там Соединенные Штаты что-то делают. Нет, потому что их президент, ну или условно говоря диктатор, потому что президентом называть Путина, это конечно нонсенс, он не проходил через процедуру электорального конкурентного процесса. Так вот, их субъект, их условно говоря диктатор попытался убивать граждан другой страны, которые не захотели безропотно становиться на колени, чтобы им отрезали головы. И соответственно сопротивляются. И соответственно любое сопротивление масштабное, если оно будет правильно построено, если оно будет действительно сопротивлением, потому что это вопрос выживания, а для Украины это вопрос выживания, оно приведет к необратимым последствиям для этих субъектов, которые поддерживали своего диктатора. Ну то есть они платить должны эту цену, но они не понимают этого, и в этом проблема. То есть тот, кто ожидает, что в России вдруг возникнет какой-то осмысленный революционный процесс, он может быть насильственным революционным процессом в России, и таковым будет. Еще несколько существенных тактических поражений России, и там возникнет насильственный революционный процесс, подчеркиваю, насильственный, это не осмысленно, это не значит, как вот в Украине, например, люди выходят на Майдан, потому что они понимают, социальный договор между государством и обществом не выполняется по причине того, что государство недалекое. Ну имеется ввиду 2013 год, помним, 2004 год и так далее. В России такой осмысленный процесс невозможен, там будут через насилие перераспределять внутренние доходности в разных регионах, а это насилие будут осуществлять те люди, которые пришли сегодня пытаться убить Украину. Знаете, вот я коротко объясню вам, в чем феномен этой войны для России. В начале войны, просто об этом мало говорят, в начале войны Россия, ну устами там, условно говоря, Путина, всех других, я так примитивно это скажу, понятно, там немножко более сложная система социальных отношений по вертикали были, но тем не менее, она что сказала гражданам России, которые заходили на территорию Украины? Смотрите, война классическая, оккупационная, агрессивная, вы заходите туда, это чужая территория, это чужая добавленная стоимость, то есть вы ничего не вкладываете, то есть вы получите только прибыли. Что значит получите только прибыли? Вы заходите, грабите, мародерите, насилуете, убиваете, возвращаетесь с полученной доходностью, у вас риска в минимум, с нуля вы получите любую доходность, личную, ну имеется в виду там разграбите дома, разграбите квартиры, причем безнаказанно убьете людей. Вот люди заходили с этой концепцией. Почему было тогда много желающих? Потому что им сказали, смотрите, никаких рисков, только доходности, причем доходности неконтролируемые, что хотите, грабите, что хотите, кого хотите, убиваете. Сейчас ситуация для того же Путина выглядит иначе. Риски существенно возросли для граждан России на территории, мягко говоря, существенно возросли на территории Украины, то есть война перешла в другой этап и в этой войне. Все, что они вначале пограбили, когда зашли на территорию Украины, сейчас же они нигде не продвигаются, то есть война идет только там, где уже все пограблено и разрушено, имеется в виду на оккупированных территориях, которые Россия еще держит. И соответственно, кого они сегодня берут в России, вот любого гражданина России говорят, смотри, почему и деньги они сейчас большие платят, вот иди на территорию Украины, но теперь у них нету главных, скажем так, пропагандистских клише, которые они продавали в начале войны. Ты не можешь зайти и безнаказанно грабить, тебя обязательно там убьют, они же это не могут сказать. И соответственно, тебе тогда какие-то деньги, но это несопоставимо с тем, что обещали в начале. То есть в начале, когда Орда заходила сюда, на территорию Украины, она считала, что будет безнаказанно, еще раз подчеркиваю, грабить и соответственно получать прибыли просто так. Сейчас убытки. Вот эти убытки, давайте теперь вернемся на территорию любой области Российской Федерации, вот эти убытки должны быть несопоставимыми еще больше, чем сейчас. То есть убытки России, простых граждан России, только тогда они будут понимать, что эта война для них смертоносна. Михаил, а не о простых гражданах России? О Дерипаске? Хочу все-таки у вас спросить, да, долго где-то вымалчивался, где-то, да, сдерживался, хотя, напомню, да, уже много лет и финансирует проекты, связанные с Кремлем и так далее. Непростой человек, человек с большими деньгами. Тут заговорил. Заговорил, правда, не в России, а в Токио, да, это тоже стоит отметить. В Японии заговорил и безумием назвал войну России против Украины. Как раз вот я вспомнила российского олигарха, это Олег Дерипаска. Об этом он, единственное скажу, сказал в интервью японскому изданию Никея Эйша. И что еще сказал? Призываю немедленно прекратить боевые действия. Добавлю, что Дерипаска, один из крупнейших российских бизнесменов, попал под санкции, наверняка вот этот аспект, один из важнейших США из-за его вероятных связей с правительством России. Несколько раз, кстати, пытался все-таки, чтобы с него были сняты санкции. В частности, в 2024-м, зимой, ну, пытался, чтобы Соединенные Штаты Америки пошли на определенные уступки. Пока не получалось. Как вы вот видите, вот это вот такое, кто-то называет это первый фактически публичный демарш среди российских олигархов. Я не знаю, как правильно можно это назвать. Мне почему-то кажется, что это просто вот все-таки надоело Дерипаске, что санкций так много против него введено. И здесь тоже решил такими заявлениями и понимал же, что они будут выведены на первые полосы того или иного издания. Поэтому решил таким образом напомнить о себе миру. Ничего подобного, к сожалению. Это фикция вся. Дерипаска находится под санкциями гораздо раньше, чем началось полномасштабное вторжение. Он один из ключевых, скажем так, финансистов программы попыток российского вмешательства в американские выборы 2020 года. Попыток вмешательства, российского вмешательства в выборы в разных европейских странах. Он давно находится под санкциями. Он абсолютно лоялен Путину. Он абсолютно заинтересован в рамках своих отраслевых дел в поддержке Путина. И, безусловно, никаких искренних поползновений на то, чтобы остановить эту войну у него нет. Конечно же, вот эти заявления безумием СВО понятно. И дальше главный вывод, который он, он говорит, давайте немедленно прекратим огонь. Немедленно прекратить огонь. Это розовая мечта сейчас Путина, потому что это остановит на какое-то время то, что сейчас происходит в войне и позволит тому же Путину провести переорганизацию всего процесса под названием война и эскалация. Для России крайне важно сейчас в любом случае сесть, еще раз я это неоднократно говорил, сесть за стол переговоров только на своих условиях, потому что тогда они будут считать, что не проиграет точно войну. Это действительно так. То есть, если процесс переговоров на условиях России будет запущен, это значит, что Россия не проиграла войну и, соответственно, не будет нести ответственность за все, что она делает. Второе, это резко снизит интенсивность войны как таковой. Для чего нужно снизить интенсивность у России? Такие же дефициты, в том числе с живой силой, в том числе со снарядом, в том числе с ракетой. Мы видим, что они максимально интенсивно пытаются довести переговоры с Ираном и Северной Кореей, получить больше оттуда определенных инструментов для ведения войны геноцидного плана. Ну и, соответственно, Россия понимает, что без оперативной паузы не получится дальше увеличивать давление по тем или иным направлениям на Украину. Поэтому, смотрите, там только единственная фраза имеет значение «немедленно прекратить огонь». Это то, о чем все говорят россияне. Лавров, Путин, вот этот, вы упоминали субъекта очень влиятельного, сейчас сарказмом говорю, Лукашенко, ну и любые другие, те, кто говорят о мирном процессе, так называемом, да, мне нравится, когда вы говорите о мирном процессе, я о тех людях говорю, о мирном процессе, называя мирным процессом резко остановить огонь, чтобы Российская Федерация не проиграла войну. Это, конечно, мирный процесс, чтобы Россия осталась на оккупированных территориях. Это точно мирный процесс. И так далее. Так вот, в этом плане Дерипаска, Дерипаска ничем не отличается, в его заявлении ничем не отличается, кроме фразы «безумие СВО», оно, в принципе, ну, я не вижу, какие это должно ему принести проблемы и как это должно, скажем так, сделать его лидером новой оппозиции российской. Это невозможно. И, соответственно, еще раз, вот все, что касается такого типа людей, как тот же Дерипаска, их там достаточно много в окружении Путина, они все крайне заинтересованы в одном, в несменяемости элиты. Я не про Путина, да, потому что Путин, ну, сегодня и завтра нету, это такой вопрос. Несменяемости элиты и несменяемости тех внутренних элитных договоренностей, которые сегодня есть в Российской Федерации. Вот и все. Для этого они понимают, что для этого нужно максимально подморозить войну сейчас, ну, в любом виде подморозить эту войну и, соответственно, сделать выводы, что-то пошло не так, потому что 900 дней это все-таки не там три дня или там две недели или три недели того, о чем говорил, ну, на что рассчитывала Российская Федерация. И, соответственно, продумать, как дальше вести себя с учетом того, что нельзя терять репутацию беспредельщиков окончательно, а сейчас все к этому идет. Нельзя терять репутацию, что у России абсолютно крутая там армия ВПК, а все к этому идет. Нельзя терять остаточное терять любые взаимосвязи с высокотехнологическими рынками, а сейчас все к этому идет, имеется в виду те же европейские, североамериканские рынки и так далее. И нельзя тотально попадать в зависимость от стран, которые практически, от которых жизнь сегодня России зависит. Это та же Индия, тот же Китай, ну, те же страны БРИК, скажем так, шире, да. То есть, и тогда Россия там уже играет не доминирующую роль, как буквально еще до начала полномасштабного вторжения, модерационную роль, да. А сейчас Россия там играет роль аутсайдера. Ну, страны заинтересованы в том, чтобы Россия все-таки существовала в таком виде, потому что она позволяет этим странам, давайте я косвенно скажу, вот эти действия России позволяют этим странам надеяться на то, что мировые правила будут переписаны и будет немножко по-другому структурирован политический, глобальный политический процесс. И эти страны, прежде всего, тот же Китай, та же Индия, получат другие полномочия, скажем так, условно полномочия, ну, или другие возможности, глобальные политические возможности. Вот как это все видит. Поэтому еще раз, не обольщайтесь такими, как Дерипаска. Это максимально лояльный и максимально интегрированный в систему, построенную Путиным, 25-летнюю систему. Эта система дала ему не просто путевку в жизнь, а сделала из него того, кем он является. И, соответственно, только на спекуляции в рамках этой системы Дерипаска смогла существовать. Завтра нету системы, нету Путина, у Дерипаска несколько судебных процессов, и он получает свой пожизненный срок за те или иные, скажем так, юридические нарушения даже не в юрисдикции России. То есть это настолько очевидно, что я бы тут, честно говоря, только с иронией смотрел на заявления, подобные Дерипасковскими. Да, знаете, вот, опять же, вспоминая последние заявления, да, ну не то чтобы заявления, а цитирование Путина, опять же, в этом году, да, как раз на вопрос, готов ли идти до какого конца и так далее, что он тогда сказал на вопросы журналистов, что, да, вот мы не будем заканчивать, для России, если мы закончим, это будет все-таки не просто поражение, это будет прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства, я думаю, что это для всех понятно, а тогда встает вопрос, а зачем нам бояться, не лучше ли тогда идти до конца? Вот до какого конца? Вот лучше бы сказал до какого, да, вот тут вот наверняка сам еще не понимает, сам не знает, поэтому, ну, все-таки, хотя наверняка где-то что-то и подозревает и так далее. Не буду у вас спрашивать все-таки, какой конец у Путина, это другая история, это не Кощей все-таки бессмертный, иголка где-то наверняка уже заложена и так далее, но все же, каково будущее Путина, по вашему мнению, это чтобы завершить вот этот сегодняшний наш аспект вот этого 25-летнего правления? Никакого будущего у него нету, это человек, который будет вписан в историю как максимально токсичный персонаж и ничего уже нельзя поменять, безусловно, и он будет вписан в историю самой России, Россия, конечно же, в таком виде существовать тоже не будет, безусловно, это не про какую-то там тысячелетнюю историю, я не знаю, о чем он говорит, он не разбирается в исторических процессах, безусловно, государство российское такого типа, как сегодня, оно примитивное, оно, безусловно, будет трансформироваться, я сомневаюсь, что оно даже регионально, ну, вернее, географически будет таким, но, тем не менее, это какое-то время еще займет. Все, что касается Путина, исключительно будет вписан как человек, обнуливший исторические перспективы России и превративший ее в максимально примитивное провинциальное государство, там, третьего сорта, что, собственно, как бы и является сутью Российской Федерации, там, никаких высоких технологий нет, никогда ничего нет, по большому счету, кроме ресурса и кроме коррупционного типа экономики. Поэтому Путин будет вписан, конечно же, в историю России, но будет вписан как один из самых примитивных правителей, приведших к окончательному краху концепции русского мира как такового. То есть много таких правителей было, были более деятельные, менее деятельные, более примитивные и так далее, но как-то они до конца не разрушали мифы о России, те мифы, на которых всегда была построена неправда про Россию, про русский мир. Вот Путин умудрился все это, знаете, это человек, который умудрился вывернуть наизнанку гнилую сущность русского мира, в принципе. Это неплохо для человечества в целом, это неплохо, потому что, ну, как бы, знаете, долгое время считалось, что Россия — это какой-то там полюс глобального политического процесса, на него надо обращать внимание, с ним нужно сидеть за столом переговоров, с ним нужно о чем-то договариваться, он будет гарантом каких-то правил. Вот сейчас субъект Путин в силу своего там слабого интеллектуального уровня вывернул наизнанку все сущности России и показал, что это максимально примитивная страна, которая не умеет управлять собственными интересами, не умеет придерживаться собственных договоренностей, не умеет быть гарантом по тем или иным направлениям и так далее. Это неплохой процесс исторический. Не все, конечно, понимают, потому что исторические процессы, они немножко на расстоянии, на них надо посмотреть для того, чтобы точно сказать, как это будет выглядеть. Но все, что делает Путин, учитывая сегодняшнюю социализацию информационного пространства, то есть очень много информационных возможностей сегодня, все, что делает Путин, он красноречиво подчеркивает ничтожность российской концепции как таковой. Вот и все. У нас одна минута, но все же, Михаил, хочу на хорошей ноте, потому что очень много. Ну и будем продолжать, потому что это наша работа. Олимпиада. Последний день сегодня, Олимпиада, Франция, Париж, Украина. Я коротко скажу, 12 медалей, 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Была возможность у вас посмотреть? Кое-что не посмотрел, безусловно. В записи сегодня можно легко посмотреть. Я смотрю спортсов наших, скажем так, ту же сборную, где доминирует Карлан, конечно же, это феноменально выглядит. Вообще, сборная Украины чудесно выступила, потрясающе выступила, эмоционально хорошо. Я понимаю, что хотелось бы получить стопроцентный результат, это невозможно, но тем не менее, с учетом того, что страна 2,5 года находится внутри войны, и тем не менее, спорт в стране на очень высоком уровне, люди, ну давайте не забывать, что, конечно, сама отдача большая, то есть потрясающе просто себя вели отдельные наши спортсмены, вели все себя потрясающе, но те, которые еще и медали получали, видно было, как они отдают все, что только могут отдать, и делают это не ради даже спортивного результата, а ради такого фундаментального странового результата для страны. И это очень круто, то есть это дополнительная субъектность Украины, дополнительное сердце Украины показано, воля Украины показана, это все очень круто, и мне очень нравится, импонирует наша сборная, она достигла фантастических результатов. Я вообще очень всегда позитивно отношусь к тому, что делают другие люди, если они достигают какого-то успеха, большого успеха достигнут. Спасибо вам.